Привет, с вами Антон Ким, и в этом видео мы поговорим о партии Надербека Абдусаторова и Алмаса Рахматуллаева. Это было уже довольно давно, 2021 год, тогда Надербек уже, конечно, был гроссмейстером, но еще не был чемпионом мира Парапиду, не был олимпийским чемпионом. У Алмаса вообще не было звания в тот момент, 290 был рейтинг, Надербеку только предстояло стать к концу года чемпионом мира Парапиду. Ну и в целом это единственная партия в классику Абдусаторова и Алмаса. Посмотрим, что было. Надербек играет белыми, Алмас играет черными. На доске разыграли итальянскую партию С4-С5, и, конечно, Надербек известный был итальянец в свое время, много у него итальянки было сыграно, в том числе даже он немецкий гамбит, например, играл в быстрых контролях, показывал хорошие результаты, и, в общем-то, в частности, именно его партии во многом меня вдохновили заниматься этим вариантом. На канале есть большая лекция на эту тему. Ну, тем не менее, выбор здесь в итальянке большой, то есть можно играть просто D3, можно играть C3-D3, C3-D4, классическую итальянскую партию. Однако Абдусаторов избирает ход B4, гамбит Эванса, то есть изначальная задумка пожертвовать пешку ради того, чтобы захватить центр. Потому что, если мы играем основную итальянку через C3-D4, предположим, C3, конь F6 нападение на пешку E4, конь D4 провели, ED, CD, слон B4 шаг везде успевают сделать промежуточный шаг на черный. И проблема этого хода для белых в том, что после хода конь C3 или конь D2 или слон D2 мы везде либо теряем пешку E4, либо успевает черный провести D5. Именно поэтому в этом варианте черные форсировано, в общем-то, и не проигрывают. То есть идея в том, что после хода слон D2, скажем, слон D2, конь D2, D5, и проблема в том, что от нашего центра в итоге ничего не остается, и белые наверняка рассчитывали не на эту позицию. Именно поэтому в целом после хода слон C4, слон C5, C3, конь F6, D4, в общем-то, давно вышедший из моды вариант, потому что черные везде успевают решить свои проблемы дебютные. А идея как раз-таки хода B4 в том, что мы успеваем захватить центр, а черные не успевают провести D5 или съесть пешку E4, потому что ход темповой, ход конкретный, и на него нужно реагировать. То есть слон B4, принципиальный ответ, потому что если просто отступить на B6, то, ну, фактически, черные дают белым забесплатно развить какую-то инициативу, это не то, что нужно. Все-таки принципиальный ответ — это бить именно слон B4. C3, а темповой ход, напали на слона, и хотим провести уже D4. 3 есть продолжение — это слон A5, слон E7, слон C5. Надо сразу сказать, что слон C5 в наше время ход не котируется. Два основных хода — слон A5, слон E7, потому что на слон C5, если просто, например, вернуться назад, ну, это не вариант, потому что D4 я уже все равно могу провести. И теперь на ED, скажем, сделать 2-0, и тут белая пережит в развитии, захватили пространство. Жадничать тоже нельзя, потому что на DC, скажем, последует слон F7 шаг, жертва слона, король F7, ферзь D5. Ну, визуально мы уже видим, что позиция черных очень ненадежная становится, да, на короле 8, ферзь C5, D6, ферзь C3. Здесь уже прекрасная позиция у белых, только белые играют здесь на победу. Поэтому после хода C3 слона 5 считается основным продолжением, а белые захватывают центр ходом D4. Хотя, несмотря на то, что пешка C3 по-прежнему связана, именно мы делаем то, что задумали. То есть на ED ничего страшного здесь нету, то есть можно сделать рокировку, можно пойти в FB3. То есть мы видим, что не успевают черные раскрутиться. Да, мы пожертвовали пока что временно две пешки, но, опять же, белые опережают в развитии. Мы уже напали на пункт F7. Коня на F6 вывести не успели на черные, провести D5 тоже не успели. А значит, что черным нужно решать конкретные вопросы в этой позиции. Белые напали на F7. Что делать? Ну, наверное, есть несколько продолжений. Это F7, F6, конь H6. Конь H6, наверное, сразу уберем, да, потому что после хода конь H6, слона 6, GH, слона F7, ну, только белые играют на победу после короля F8, скажем. Короткая рокировка. Ну, честно говоря, сложно что-то посоветовать здесь черным, потому что, скажем, на DC слон D5, ну, с практической и статистической точки зрения, только белые играют здесь на победу. После хода FB3, ну, возможен ход FF6, тоже одно из главных продолжений. В этой позиции, например, 2-0, слон B6. То есть идея черных, возможно, где-то долг отдать и при этом консолидироваться, развиться и удержать лишнюю пешку. Но все равно попадают под разного рода удары здесь черные после хода E5. Ну, конь E5 не актуально бить, потому что везде ладей E1 последует. Основной ход F6 считается, например, CD. Конь A5 с нападением на ферзя и на слона, например, Fc3. Конь C4, Fc4. Конь E7, слона A3. Ну, да, пока что не хватает у белых пешки, но, опять же, здесь практическая компенсация у белых сохраняется, потому что король пока что застревает в центре. После хода FB3 с нападением на F7, Алмаз сыграл F7. Тоже одно из главных продолжений в этой позиции. Короткая рокировка. Здесь, конечно, когда мы играем Gambit Evans'а за черных, мы должны быть в целом готовы к разным продолжениям. Но, опять же, так как Gambit Evans довольно редко встречается в практике игровой в наше время, то, ну, черные, скорее всего, сейчас уже не все знают здесь. Алмаз сыграл коня F6. Здесь есть длинный форсированный вариант, который начинается с хода с Lumba F6. Ну, здесь, опять же, довольно длинная теория, и можно понять, почему, например, Алмаз не сыграл это продолжение. Ну, тут такой примерный вариантик, что CD, например, конь D4, конь D4, слон D4 с нападением на ладью. Конь C3, скажем, конь F6, под контроль поле D5 взяли, напали на пешку E4. Допустим, слон A3, D6, ладья D1. Ну, тут еще ходов 10 можно привести. Здесь, единственное, стоит сказать, что у белых есть, опять же, практическая компенсация за пожертвованные пешки, активность и статистика в целом неплохая здесь для белых. После хода 2-0 слон B6 не сыграл Алмаз, сыграл конь F6. В целом, ход понятный, ход логичный. Черные развили фигуру, хотят закончить развитие, сделать рокировку, напали на пешку E4. CD. Ну, сейчас грозит либо E5, либо D5, поэтому черные принимают вызов, забирают пешку E4. Слон A3 с нападением на ферзя E7. Логично, конечно, пойти D6. Конь D6 вообще считается более здравым продолжением, что и последовало в парте, потому что на D6 могут начаться проблемы, скажем, D5, напали на коня. На конь E5, конь E5, DE брать нельзя, потому что ферзь висит. На ферзь E5 слон B2 с нападением на ферзя и на пешку G7. Например, ферзь E5, ферзь E4 и шаг, и проблема в том, что теряется слон. Король F8, ферзь E5, здесь все практические шансы на стороны белых. Хотя, ну, конечно, не забесплатно, конечно, слона черные отдали, но, опять же, цена хода черных слишком высока, и если черные не играют по первой линии компьютера, что невозможно, то, ну, они проиграют. После хода слона 3, поэтому в парте сыграно конь D6, перекрытие, конь C3, белые продолжают развитие, ну, где-то уже нужно считаться с ходами типа конь D5. Слон C3 играют черные, упрощение, плюс не пустили коня на D5, ферзь C3. Наконец-то черные закончили развитие, сделали рокировку. Фактически у них сейчас две лишние пешки, однако проблема все-таки в том, что координация черных фигур пока что не налажена. Белые продолжают ходом D5, напали на коня, но тут уже нужно единственными ходами черными играть, потому что если мы как-то конь D8, например, играем, то после хода ладей E1, ну, фактически позиция уже без шансов для черных. Ну, скажем, ферзь F6 с идеей попробовать как-то разменять ферзей, ну, ферзь C2, в дальнейшем слон B2, здесь бешеная активность у белых, скажем, на B6, если как-то пойти, ну, можно слон D3 предварительно пойти напасть на H7, на H6 слон B2, ну, тут просто бешеная активность у белых фигур, уже, скорее всего, позиция здесь просто без шансов для черных. После хода D5 Алмаз играет B5, важный ход, то есть ты напал на коня, я напал на слона, все, в общем-то, логично. Белые делают промежуточный ход ладья F1 с нападением на ферзя, ферзь D8, слон B2, то есть пока что промежуточный ход напали на мат в один ход. Ферзь F6 обратно вынуждены черные играть, защитились пока что от мата, предложили размен ферзей, ферзь C1, ну, мы атакующая сторона, и атакующей стороне невыгодно менять ферзей, конечно. Ферзь A6, и здесь, ну, Аннадербек Абдусаторов с самого детства, в общем-то, заточен играть Эншпиля, и, конечно, в такой роскошной позиции грех было бы не разменять ферзей, тем более у черных плохая структура, у черных проблемы с развитием ферзевого фланга, но давайте посмотрим, что было дальше. Слон B5 здесь играет Абдусаторов, висит конь по-прежнему на C6, поэтому что-то делать нужно. Черные сыграли конь B4, грозит вилка на C2 и напаль на пешку D5. Кроме того, висит слон на B5, и здесь Аннадербек делает, конечно, классный роскошный ход, ладья АД1, жертвуя слона на B5. Плохо, что нету тайминга посмотреть, сколько времени у него ушло, что он здесь посчитал и так далее. Вообще было бы замечательно это увидеть. С первого взгляда не очень понятно, за что мы жертвуем слона на B5, но выясняется, что все не так просто. Если принять жертву слона, что последовало в партии, проблема в том, что конь с D6 фактически ушел от защиты короля и прекратил защищать поле Е4. И теперь у белых появляется ресурс. А ладья Е4 с идеей ладья G4 просто фактически грозит уже мат в один ход. Ну, например, здесь не самый очевидный вариант, что вместо хода конь B5 имело смысл пойти как-то ладья B8, но окей, на самом деле конь B5 это еще не самый критический ход позиции. Ладья Е4 и F6 защитились просто от мата. А что еще остается? Ладья B4 фигуру у белой отыграли. И вот здесь вопрос. Как бы вы сами сыграли здесь, например, за черных? Напали на коня? Что делать? В партии последовал ход слона 6. И на самом деле можно сказать, что слона 6, в общем-то, и проигрывает партию за черных. Хотя вроде ход по-своему логичный, потому что черные соединили ладьи, развили слона наконец-таки. Ну, то есть вроде все так должно быть неплохо на самом деле. Но это станет ясно чуть позже. То есть сильнейший ответ был пойти конь D6, обратно вернуться поближе к королю. А проблема хода слона 6 в том, что допускается следующая комбинация. Ладья G4 шах, король F7, ладья F4. И висит сейчас в данный момент пешка на F6, надо что-то делать. Король G7 играет алмаз, защитили пока что пешку. Ладья Е1 грозит ладья Е7. И выясняется так, что у белых все срастается. Черные играют конь D6, получают ладья Е7 шах. И, ну, уже позиция, конечно, неприятная. Имело смысл играть только исключительно ладья F7. Иначе, ну, сразу проигрыш получается. Но, опять же, позиция такая очень неприятная для черных. Скорее всего, все равно проигранная. То есть слона F6 шах прилетает. Король F8, например, ладья F7 шах. Конь F7, конь Е5, например. Ну, белые прям тотально поддавливают на конь Е5, слона Е5. Сейчас теряется пешка на C7. Белые, скорее всего, в свое распоряжение просто получают выигранный Эйншпильд. Тем более, у черных здесь много слабости. И разноцветные слоны здесь не помогут. На ладья Е7 было сыграно король G6. Ну, и предлагаю вам поставить видео на паузу. Попробовать найти мат в 4 хода самостоятельно. Написать свой ответ в комментариях. А мы давайте посмотрим, что здесь было. Итак, белые играют ладья G4 шах. Король H5. Ладья Е7. И проблема в том, что от мата ладья H4 просто нет защиты. Конь F5 взяли под контроль поле H4. Но здесь на дробях все, конечно, увидел. Ладья H4. Жертва ладьи. Королю некуда деваться. Нужно забирать ладью в любом случае. Конь H4 и G4 с матом. Мат пешкой. Но Алмаз сам говорил тоже, что решил поиграть до конца. Чтобы было все по красоте. Ну и вот так вот к 29-му ходу Абдусаторов разгромил Алмаз. Конечно, разница в классе была колоссальная. Но партия получилась красивая. Чуть-чуть вернемся назад. Итак, после хода ладья B4. Алмаз сыграл слона 6. Проиграл партию. Все-таки имело смысл пойти конь D6. Теперь идея в том, что на ладья G4 шах. А король F7. Ладья F4. С нападением на пешку F6. У черных находится ход конь Е8. А король G7 мы сразу не играем. То есть черные успевают как-то консолидироваться. Понятное дело, что белые все равно давят. У белых лучше. И скорее всего белые все равно победят. Но это уже для них не будет легкой прогулкой. Как это было именно в партии. То есть, например, на коне Е5 шах. Уже здесь король G7. Например, ладья D3. Ну, тут мы должны понимать, что фактически единственными ходами тоже черные здесь защищаются. Например, как-то D6. Ладья G3 шах. Король H8. Там конь C6. Ну, позиция роскошная здесь у белых. Но, по крайней мере, сразу они не выигрывают. И черные еще могут здесь сопротивляться. Но, тем не менее, что было, то было. Как вам партия? Как вам обзор? Поделитесь впечатлениями. Напишите в комментариях. Поставьте лайк. У меня на этом все. Спасибо за внимание. И до новых встреч.